Есть такая поговорка, громкие слова сотрясают воздух, только громкие дела сотрясают историю. Здесь то же самое, но надо посмотреть немножко назад. Давайте сделаем два шага. Почему произошло такое заявление от МВФ? Кто-нибудь задумывался об этом? Потому что у нас коррупционеры, они об этом и раньше знали. Потому что воруют? Так и тоже не в новинку, давно воруют. Потому что они получили впервые за долгое время доказательства о незаконном обогащении достаточно большого количества людей. Каким образом? С помощью электронной декларации. И именно эти электронные декларации фактически на Западе наши коллеги воспринимают как явку с повинной большинство украинских политиков. Особенно тех политиков, которые никогда не были в бизнесе, всю жизнь занимались исключительно госпосты или были в политике. И вдруг они миллионеры. Это не просто удивляет их, это их возмутило. Долгарные миллионеры. И возмутило их. Там разные есть, есть поскромнее. И возмутило больше всего их то, что деньги налогоплательщиков Соединенных Штатов Америки, Европы и других стран вдруг перетекли в налоговые декларации украинских политиков. Именно поэтому заявление последовало непосредственно сейчас. После анализа всего, что сказали в МВФ, можно говорить о том, что когда госпожа Корчак некоторое время назад встречалась с представителями МВФ, ей тоже сказали, что их могут допустить к западным реестрам. Где будут указаны не просто офшоры, а даже конечные бенефициары, на которые записаны самолеты, яхты, квартиры, которых нет в электронных декларациях, но которые точно за наши западные партнеры принадлежат к украинским политикам. Продолжение следует...